МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казанская команда продолжает идти в верхней части турнирной таблицы, несмотря на то, что у них была череда ничейных результатов. Поможет ли смена тренера Казанскому Рубину? Да и в целом о матче далее расскажет Рустам Габасов в своем традиционном обзоре. Всем привет! С вами Рустам Габасов, а это наш еженедельный обзор матча Акбарса и Рубина. На прошедшей неделе Акбарс проводил подготовку к финалу Кубка Гагарина, поэтому сегодняшний выпуск полностью посвятим футболу. За 8 туров до конца руководство Казанского клуба принимает серьезное решение, а именно убрать с поста главного тренера Юрия Уткульбаева и назначить на его место Рашида Рахимова. Первое испытание новоиспеченного наставника ожидало 15 апреля. Рубин принимал в гостях шинник. Первый тайм казанцы начали хорошо. На 13-й минуте после прострела Кабутова мяч попадает в руку защитника Ярославского клуба и судья назначает пенальти, который Виталий Лисакович успешно реализует. В середине тайма Рубин забивает еще один мяч, но арбитр фиксирует положение вне игры. Следующее результативное действие нам довелось увидеть после перерыва. Дмитрий Кабутов точным ударом в нижний угол отправляет мяч в ворота. Точку в матче поставил Алан Загоев, который забил свой первый мяч после травмы этой весной. 3-0 Казан содержит долгожданную победу при новом тренере и сохраняет вторую строчку в первой лиге, которая дает прямой выход в РПЛ. На этом все, следующая неделя будет насыщенная. Акбарс проведет свои первые матчи в финале Кубка Гагарина, а Рубин будет продолжать бороться за путевку в высшую лигу. Далее переходим к студенческим темам и начнем мы с волейбола. Студенческая волейбольная лига в самом разгаре и сборная Казанского федерального университета мощно идет по турниру. За два дня сборная КФУ успела сыграть сразу два матча. Первый против архитектурно-строительного университета, второй против авиационного института. Все подробности с матчей далее в наших сюжетах. Каждый забитый мяч – куча эмоций. Две сильнейшие команды боролись за победу в групповом этапе студенческой волейбольной лиги. Достойная игра прошла между сборными Казанского федерального университета и Казанского государственного архитектурно-строительного университета. Чемпионат студенческой волейбольной лиги – это самое крупное соревнование среди студентов. Поэтому они с удовольствием играют здесь. Здесь показывают все мастерство, которое они на тренировках оттачивали. Здесь есть у них возможность показать на играх. Первой партией счет открыл КФУ. Архитектурно-строительный же ответил серии атак, после чего отрыв от соперника составил 7 очков. В дальнейшей игре обе команды поочередно зарабатывали очки, но федералы так и не смогли догнать КГСУ. Счет по итогу первой партии – 25-14. Уже в начале второй партии КФУ лидировали со счетом 3-0. Спустя несколько минут КГСУ сравняли счет. Благодаря блестящей игре со своей стороны, они продемонстрировали бескомпромиссную борьбу. Игроки шли наравне во время всей партии. В конце второго отрезка игры счет стал 25-23 в пользу КГСУ. В третьей партии каждый мяч был важен. Участники бурно реагировали на все попадания. Опережая КГСУ на два очка, команда КФУ продемонстрировала свое превосходство. Однако игроки архитектурно-строительного также не собирались сдаваться и после быстрых атак сумели перевести игру на свою сторону. Последний мяч КГСУ установил окончательный счет третьей партии. 25-22 в пользу команды архитектурно-строительного университета. Акцент был как раз на нашей игре, на защите в первую очередь, на подстраховке от блока, которая тоже сегодня не была реализована на 100%. Нападающие удары у нас более-менее хорошо сегодня шли, поэтому основным была защита, с которой мы не очень хорошо справились. По итогу матча победу одержала команда КГСУ с общим счетом 3-0 и забрала нужные очки к себе в турнирную таблицу. Екатерина Торопова, Маргарита Бондаренко. Неделя спорта. После обидного поражения 0-3 от Казанского архитектурно-строительного университета, Казанский федеральный университет был решительно настроен на победу. 13 апреля команда встречалась с принципиальным соперником Казанским авиационным институтом. Игра шла до побед в трех партиях. Старт у федералов не задался, ошибки при подачах позволили КАИ выйти вперед. Однако юлбарсы смогли быстро прийти в себя и не только сравнять счет, но и выйти в лидеры. КАИ далеко соперника не отпускал и постоянно сокращал отставание. В концовке первого отрезка КФУ удалось увеличить свое преимущество и выиграть сет со счетом 25-21. Ситуация во второй партии поменялась и уже в роли догоняющих были федералы. При счете 15-17 тренер федерального университета берет тайм-аут, после которого команда набрала 6 безответных очков и в напряженной концовке выиграла второй сет. Вдохновленные своей волевой победой во второй партии юлбарсы громили своего соперника, переигрывая КАИ во всех аспектах игры. Третья партия ушла в копилку КФУ без особых проблем. 25-12. 3-0 по сетам Казанский федеральный университет выигрывает в сухую Казанский авиационный институт. Рустам Габасов, Игорь Озеров. Неделя спорта. Продолжим нашу программу спартакиады вузов Республики Татарстан. На прошлой неделе очередной комплект наград разыграли в дзюдо. На данном турнире побывала наш корреспондент Мария Колфилд. И о том, как происходили бои, она расскажет вам далее. Смотрим. 15 апреля в СК «Батыр» прошла спартакиада под дзюдо среди вузов Республики Татарстан. Соревнования проходили по олимпийской системе в три этапа. Предварительные встречи, полуфинал и финал. Командные места определялись по наибольшей сумме очков 14 зачетных участников. Правилам участникам дается 4 минуты на поединок, за время которого они должны были выполнить бросок соперника на спину, либо удержать в положении лежа. Трибуны были заполнены, отовсюду слышались поддерживающие возгласы. Тренера старались помочь своим ученикам и подсказать. Соревновательный день начался с поединков среди девушек. В среднем им требовалось меньше времени, чем парням, чтобы взять победу. В некоторых случаях не проходило и полминуты. Призовые места среди борцов из КФУ заняли Иоанна Владимирова, второе место в весе до 48 килограмм, и Ильич Ахмедзянова, третье место в весе до 70 килограмм. В поединках среди юношей спортсменам требовалось больше времени, чтобы одолеть соперников. Никто не хотел уступать. От сборной КФУ в призы смогли подняться Дурбек Мессиров, третье место в весе до 66 килограмм, Дмитрий Лариков, третье место в весе до 73 килограмм, и Иван Рыбаков, третье место в весе до 100 килограмм. В общекомандном зачете КФУ оказались на четвертом месте с общим баллом 272,5. Первое место в общекомандном зачете забрали представители Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Мария Колфилл, неделя спорта. Теперь о мини-футболе. Спартакиада студентов и аспирантов КФУ продолжается именно этим видом спорта. На протяжении трех дней сборные всех институтов КФУ боролись не просто за победу в данном турнире, а также за право сыграть в матче за суперкубок КФУ, который традиционно открывает новый спортивный сезон в данном университете. За ходом турнира следил Вадим Выборнов, и о самом интересном далее расскажет он в своем сюжете. Завораживающе! Именно этим словом можно описать турнир по мини-футболу, который прошел в рамках спартакиады КФУ в спортивном комплексе «Уникс». В нем столкнулись мужские сборные из 17 институтов. Было множество интересных игр, однако самые жаркие начались в полуфинале. В первом матче полуфинала столкнулись команды «Институты управления экономикой и финансов» и «Елабужского института». В четвертьфинале команды показали отличные результаты. «Елабужцы» столкнулись с «Этисом», однако «Айтишники» не смогли оказать серьезного сопротивления. Матч окончился с разгромным счетом – 5-1. Экономисты, в свою очередь, столкнулись с «Мехматом». В этом матче явным фаворитом был «Эконом». Он без особых усилий одержал победу со счетом 4-2. С первых минут стало понятно, что нас ожидает напряженная игра. Соперники сразу начали борьбу за инициативу. «Елабужцы» наносили много ударов по воротам соперника. «Эконом» вел более жесткую игру. Постоянные толчки и подкаты станут их визитной карточкой. Это привело к травме игрока «Елабуги». Игроки в ярко-синем успешно реализовали штрафной удар и открыли счет в матче. Но в следующей же атаке экономистам удалось сравнять счет. Первый тайм закончился ничьей – 1-1. В начале второго тайма галкипер «Эконома» вышел на середину площадки, что стало ошибкой. «Елабужцы» провели быструю контратаку и закатили мяч в пустые ворота. Войдя в кураж, они провели еще одну удачную атаку, тем самым заработав отрыв в два мяча. «Эконом» стал агрессивнее прессинговать, и это принесло свои плоды. На последней минуте они забили гол, но это не помогло им. Матч закончился со счетом 3-2, а «Елабужский институт» впервые в истории прошел финал. Во втором матче полуфинала встретились «Институт вычислительной математики и информационных технологий» и «Институт фундаментальной медицины и биологии». В четвертьфинале математики без особых проблем победили геологов со счетом 4-1, а медики еле-еле прошли в полуфинал. В 1-4 они столкнулись с набережной Челнинским институтом. «Энчи» был фаворитом матча. Они открыли счет и до середины второго тайма вели со счетом 2-0. Однако медикам удалось совершить безумный камбэк. Они смогли не только догнать противника, но и оторваться вперед на два мяча. Матч окончился со счетом 4-2 в пользу медиков. Второй матч в полуфинале начался с гола медиков на пятой минуте. Однако математики не упали духом и продолжили играть достаточно спокойно. «Ифмиб» продолжил активно атаковать и все чаще проходил в штрафную зону противника. Они совершали много ударов по воротам. Математики же не могли пройти через крепкую оборону меда. На последней минуте первого тайма медики забивают второй гол середины поля. 2-0 в пользу медицинского института. Второй тайм начался с активных атак «Эвмита». Они старались сократить разрыв, но все попытки были тщетны. Стремительные контратаки медиков принесли им еще два мяча, тем самым увеличив отрыв до четырех голов. Но «Эвмит» не собирался так просто проигрывать. Они собрали все силы и смогли реализовать два мяча. Однако этого не хватило, и в финал впервые вышли медики, а математики отправились играть за бронзу. В матче за третье место столкнулись и Уэф, и «Эвмит». «Эконом» начал матч в статусе фаворита и сразу доказал это, забив два мяча на первой и второй минуте. Математики не могли ничего противопоставить. Их превосходили во всем. Игроки в темно-синем совершали множество фолов, один из которых привел к назначенному пенальти в их ворота. Однако вратарь «Эконома» отразил удар, и команда перешла в контратаку, в которой им удалось забить третий гол. На последней минуте они забивают еще один гол. Полный разгром математиков в первом тайме. Во втором тайме математики предприняли несколько попыток для атаки. Однако они были безуспешны. В основном игра проходила на половине «Эвмита». В середине тайма случилось неприятное событие. Номер 55 «Эконома» ударил голкипера соперника в лицо, за что получил вторую желтую карточку и удаление в матче. Он чуть не спровоцировал драку у скамьи запасных «Эвмита». Этот инцидент подкосил боевой дух математиков. Они стали совершать еще больше ошибок. Конечный счет матча 4-0 в пользу «Эконома». В финальном матче встретились «Елабужский институт» и «Институт фундаментальной медицины и биологии». С самого начала «Елабуга» стало играть достаточно жестко. Они совершали много ударов по воротам. Игроки в «Синем» создавали много опасных моментов в штрафной зоне соперника. Частые пассы позволяли проходить оборону медиков. Однако «Эвмит» активно перехватывал мяч, проводя стремительные контратаки. Одна из них позволила им забить первый гол и открыть счет встречи. На протяжении всего тайма игра проходила напряженно. Соперники постоянно перехватывали инициативу друг у друга. Но на последней минуте «Елабужцы» смогли забить гол и сравнять счет. Начало второго тайма обозначилось штрафным ударом в ворота «Елабужцев». Он принес медикам еще один мяч. Игроки в «Синем» пытались прорваться через оборону соперника. Но ни одна атака не увенчалась успехом. Медики ушли в глухую оборону, совершая немногочисленные контратаки. Одна из них позволила забить второй гол, увеличив оплыв по двух ключей. «Елабуга» начала нервничать и совершать ошибки. После введения мяча из-за боковой линии медики забивают еще один мяч. Однако их оборона дает слабину, и «Елабужцы» пользуются моментом. Из-за ошибки вратаря «Елабуга» оформляет второй гол. Матч близится к концу. Все понимают, что медики становятся чемпионами. Скамья запасных ликует и звучит финальный свисток. И ФМИП впервые в истории занимает первое место. По итогам турнира третье место занимает Институт управления экономики и финансов. Заслуженное серебро получает «Елабужский институт», а золото зарабатывает Институт фундаментальной медицины и биологии. Вадим Выборнов. Неделя спорта. Двигаемся дальше по программе. У нас уже по традиции в студии появляется Никита Лихачев, председатель студенческого спортивного клуба «Казанские Улбарсы». Никита, по-моему, ты и не уходил отсюда, только мы выходили из студии. Ты мою шутку опередил, да, я все время в ЦИТе ждал следующего выпуска. Да. Говорим сегодня о мини-футболе. Чемпионат КФУ, либо же Спартаке Ады КФУ, кому как удобно. Сенсационная победа. Институт фундаментальной медицины и биологии забрал первенство. Комментарии по турниру. В целом хочу сказать, что турнир получился сенсационный. То есть нельзя сказать, что, знаешь, были вот явные фавориты, и там сквозь этих фаворитов и фильм пробился. Нет. Как я говорил на чемпионате ССК, уровень футбола у нас очень сильно усреднился. Я не знаю, в лучшую или в худшую сторону, но в целом почти в каждой группе было понятно, что любая команда может любую выиграть. И так и произошло. И ФМИП выиграл за счет индивидуального мастерства двух футболистов и абсолютной безбашенности, в хорошем смысле слова, остальных игроков. Они в финале встречались с Елабугой, которые номинально фавориты были и самого турнира в целом. Что не хватило в матче против Ивмиба? Слушай, банально скажу, что у Елабуги был очень классный тренированный состав, но у них не было, знаешь, такого лидера, который мог взять на себя игру и сделать гол из ничего. У Ивмиба есть Саддам Халбоев, игрок Суперлиги, ФМФК, игрок с потрясающими габаритами. Слушай, вот Кубок КФУ, я опять же подчеркну, выиграл Алмаз из Басаров у Ерфака. По сути, один. Вернувшийся, кстати. Да. А здесь почти то же самое с Аддам, плюс очень хороший первокурсник Галкипер, в Ивмибу Флорис. И, слушай, у них в основном играли иностранцы. И главная фишка иностранцев, что они играют вообще без психологии. То есть, когда ты, вот, слушай, с детства вырос в российском футболе, у тебя есть какое-то желание выиграть какие-то в голове, вот, знаешь, вещи, которые на тебя давят, у них такого нет. Они просто играют бей-беги. И бей-беги с совокупностью, с мастерством, там, вратаря и Саддама дал свои плоды. И Лабоге банально не хватило вот такого человека, который может с центрополя взять и забить. Там Саддам, по-моему, один гол, в принципе, с центрополя жахнул так, что вратарь просто, как говорится, на душами мяч пролетел. Вот и все. Разочарование турнира. Ну, это громко сказано, понятное дело. Но все-таки какая сборная тебя удивила с нехорошей точки зрения? Вот кто должен был выступать намного лучше, чем выступил? И Мол, конечно. Но, слушай, потому что сам играл, сам понимал. Да нет, слушай, не было разочарований. Были неожиданности. То есть, финалисты Кубка вообще не вышли из группы. И обладатель Суперкубка не вышел из группы. То есть, я не скажу, что они играли плохо. В том-то дело, все соперники были усредненные. И тут не было плохого и хорошего, просто состава банально не хватило. То есть, я не могу сказать, что была какая-то сборная, над которой там издевались. Вот давай даже возьмем, ну, не сильная группа была, где был и ФМК, и Тис, и, по-моему, Елабуга как раз. И вот, по сути, из-за того, что инженеры снялись, понятно было, что Елабуга выйдет с первой. ФМК и Тис боролись за выход со второго места. И вроде матч был суперравный, ну, как бы, хотя казалось, что не сильная команда. А потом и Тис в плей-офф дал бой соперникам. Ну, тоже удивительно. Так что, получилось, как получилось. Немножко разочаровалось, что Челну упустили с ФМИБом победу. То есть, контролировали весь матч, там, 3-4 минуты до конца осталось. И все, они просто опустили руки, и ФМИБом 4 мяча наколотил. Это было, наверное, не то, что разочарованием, а вот неожиданный результат такой. Челны должны были... В чудо-финале камбэк, да? Да, да, да. Челны должны были забирать, но просто сами взяли и перестали играть. Предыдущие лидеры вообще с Казанского федерального университета, из ФМИБ, институт физики, что с ними сейчас? Из ФМИБом Владислава Кузора не хватило. Я это говорил, и самим ребятам со снимкой. И, в принципе, я уверен, что если этот футболист без травм, он один из лучших к ФУ. Вот. И не хватило, наверное, тоже глубинных состава сейчас с СНИНКу. Плюс у них была очень тяжелая группа с Эвмитом, с ЭфмиБом как раз... Нет. Ну, с ЭфмиБом точно они выиграли в группе, да? А, Эконом и Пио, да. Ну, Эконом, понятно, на классе. У них много хороших игроков. Ну, и СНИНКу просто не повезло. Институту физики, им тоже не хватает особого мастерства, потому что у них есть очень классная сыгранность. У них просто потрясающие болельщики и болельщицы. Наверное, лучшие среди вообще всех институтов, но просто игрокам не хватило мастерства. Там нет... ну, там, по сути, один игрок Суперлиги и остальные просто хорошие парни. Но надо быть не только хорошим парнем, но и каким-то, как сказать... Не то, что хорошим футболистом, а вот в хорошем смысле слова засранцем на поле надо быть, как Ибра Георгиевич. Допустим, допустим, это слово в эфире. Не кажется ли тебе, что победа ЭфмиБа — это как раз-таки открытие новой эры в Казанском федеральном университете в мини-футболе? То, что будут доминировать те команды, которые до этого были, ну, по сути, аутсайдерами чемпионатов? Я согласен с тем, что это новая эра, но мне кажется, что это новая эра, когда любой институт может выиграть любой. Все. То есть тут больше нет фаворитов, нет аутсайдеров, все усреднились. И, возможно, для кого-то это будет более интересно, возможно, для кого-то менее интересно, но это прикольно. Поэтому всем советую смотреть футбол. Ну и, наверное, знаешь, я главную мысль какую-то подчеркну. Как мне кажется, у ребят немножко курс поменялся. Если раньше все хотели взять кубок, чемпионат, сейчас ребята больше на ССК настраиваются. И, возможно, это тоже стало первой причиной того, что, как мне кажется, на чемпионате ССК качество футбола, ну, по крайней мере, команд, которые играли в плей-офф, был выше, чем здесь. Как будет в следующем году, не знаю. Так что будем посмотреть. Ну, проводя эту аналогию, это можно сказать то, что российские клубы у нас стараются в Лигу Чемпионов, но там обычно проваливаются. То же самое и здесь. Но здесь как бы мы не теряем марку и во внутривузовских этапах, и во ССК обычно мы где-то впереди. Ну, тут, слушай, тут в отличие от российского футбола какого-то зенита нет, как гегемона футбола. У физики сколько раз-то добрали чемпионство-то у нас? Ну, слушай, и это было давно. Это была эпоха Мингалеева, да? Да, это была эпоха Мингалеева, Сайфуддинова и так далее. Но что в российском футболе судьи критикуют, как вот тут торпеда «Спартак» Пеп Клотет. Идем, начало нового сезона и окончание этого сезона, как ребята сыграют на ССК, как проведут себя, поведут себя точнее в футболе, в большом, скоро стартуют. Так что давайте, дерзайте, а мы посмотрим и вместе со зрителями вас поддержим. Спасибо. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. А что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Роман Пленсков, вы смотрели программу «Неделя спорта». Еще увидимся. До новых встреч.